Зайдя в помещение крупного торгового центра, действуя по инструкции мошенников, которые постоянно находились на связи, пенсионерка подошла к одному из банкоматов. Денежные переводы ей доводилось делать нечасто, поэтому немного замешкалась, чем привлекла внимание находившегося поблизости стажера по должности полицейского патрульно-постовой службы Виктора Кустова. Узнав, что женщина собирается перевести полтора миллиона рублей на некий безопасный счет, молодой человек сразу заподозрил неладное. Взяв у нее телефон, пообщавшись по телефону, как выяснилось, что это оказались не представители банка, я сообщил ей, что ей обманывают мошенники, доложил в дежурную часть и своему командиру в роту. Как пояснила пенсионерка, мошенники звонили ей еще утром и сообщили о том, что ее карта может быть заблокирована. Поэтому она с одного края города приехала сюда. Когда вы ей объясняли, что это мошенники, она вам сразу поверила или пришлось ей долго это рассказывать? Ну, минут 10 точно я ходил ей в доверие, потому что женщина более верила в то, что происходило по телефону, чем мне. И только уже по прибытию в дежурную часть, она поняла, что да, действительно ее обманули. Финал истории. Пенсионерка сохранила свои сбережения, мошенники остались ни с чем, а стажер по должности полицейского Виктор Кустов будет поощрен руководством территориального управления полиции. Неплохое начало службы, но самое главное, что действовал молодой человек не ради наград и поощрений, а так, как должен действовать каждый из нас в подобных ситуациях. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.